В этой теме интересно всё. Ну, так, вот это вот обо мне. Смотрели, пошли дальше. Так, ну, знаете, я бы назвала это не столько цель и план, а всё-таки какие ключевые моменты. Ключевые моменты – это вот... Во-первых, хочется вас спросить. Для чего хочется спросить? Так, давайте я, знаете, что у меня мысль есть такая. Не поставить ли вместо себя мне вот здесь фотографию, чтобы меня само, моё лицо не отвлекало. Вот это я включу. И, наверное, всё сейчас будет нормально. Самих. Да, я приветствую вас как, во-первых, людей, единомышленников, которые хотят жить осознанно, которые хотят больше понимать, наверное, ценности их жизни и быть более счастливыми. Большего достигать наверняка. Заботящихся о качестве жизни. Вот как раз тут и вопрос. Что даст состояние осознанности? В сферах общения, отношения, достижения. Я как бы уже и отвечаю, что в этих сферах даст. Ну вот давайте, что называем осознанностью? Сначала осознанностью. Что такое осознанность? Какое это состояние? Как мы можем вот его охарактеризовать? Можете что-то мне написать, ответить как-то? Ну, так я пытаюсь вас и активизировать. Здесь, сейчас. Состояние здесь, сейчас. Да, очень часто об этом говорят. Но вот все-таки вопрос. А чем характеризуется это состояние здесь и сейчас? Вот характеристики этого состояния. Может кто-то, кто-то сказать? Если не может, то скажу я. Может сказать Ольга Грибанова. Она это состояние наверняка знает. Это состояние характеризуется, вы пишете или нет? Это состояние здесь и сейчас. Оно характеризуется внутренней концентрацией. Согласны? Вот согласны ставьте плюсик. Внутренней концентрации. Состояние. Безмыслия. Состоянием Вникания Или в то, что вы делаете, Или в то, что вы слушаете. Но если вы слушаете, то это тоже. Как на уроке. Когда мы вникали в то, что мы делали. Когда мы вникали в то, что говорит учитель. Смысл содержания мыслей. Так? Я могу привести вот такую параллель. Состояние осознанности часто бывает таким идеальным у водителя за рулем. Когда человек сидящий за рулем одновременно видит и все происходящее на дороге окружающего. Когда он чутко знает и осознает, осознает до чего и зачем он едет, вот это осознанность, осмысленность этого действия. И одновременно видит все происходящее. А вот здесь еще скажу. И практически на автомате он выполняет движения. Почему? Потому что очень активизирована как раз высшая, что ли, сфера. Подсознание называют ее так. Или бессознательное. На бессознательном состоянии он совершает все те движения. Конечно, это уже и наработка. Все те движения, которые совершает водитель. Вот у меня сейчас как бы и вопрос. Вот это состояние осознанности, когда... Вот посмотрим на эту картинку. Я выбрала вот эту картинку. Вот посмотрите. Он находится в состоянии осознанности. Что характерно этому человеку, вот ступающему по этим камням, наверняка идущему на другой берег? Ему надо перейти. Паш, заходи по ссылке, я тебе в скайп сбросился. Я уже иду. Да, концентрация на каждом движении. Что еще у него включено? Вот что включено еще в человеке? Вот как вы думаете, чувство интуиции включено? Интуиция, как поставить ногу, да? Да. И одновременно же все его... Вся его... Все его тело, скажем так. Многооболочковое тело. Да. И одновременно человек знает, куда он идет. Вот с этой точки, ну, осмысленность, осознанность. Сразу несколько оболочек, кроме физического тела. Ментальное тело, эмоциональное тело. Все подключено основной целью и задачей. Так, что дает состояние осознанности? Вот осознанности в ролях. Вот я сейчас хочу сказать. Но ведь мы же находимся не только вот в роли, допустим, там, переходящего дорогу. Не только в роли водителя, который знает, что вот он из точки А должен добраться зачем-то до точки Б. Вот он знает, зачем он едет, допустим, до магазина. И он находится в состоянии осознанности, находясь за рулем автомобиля. Мы имеем еще множество ролей, которые мы осознаем или не осознаем. Вот в каких ролях находится человек? Каждый из нас, во-первых, находится в роли, раз мы живем, то мы в роли родившихся, правда? Мы в роли сына или дочери. Это неоспоримо. Если имеем детей, значит, мы в роли мамы или отца. Тоже неоспоримо, правда? И еще, если мы работаем, то в какой роли мы находимся? И теперь вот у меня вопрос. Как вы считаете, это важно вообще разобраться хотя бы, какой смысл, каково, скажем, предназначение моей роли? Вот здесь у меня есть один такой. Ну ладно, давайте прямо пойдем вот так. Конечно, вот мы стремимся к осознанности, пребывания в этом прекрасном, дающем свободу и смысл состояния, можно достичь через осознание ролей и своего предназначения в них. О чем идет речь? Вообще речь идет о состоянии большем, чем осознанность в ролях. Просто состояние осознанности каждую минуту и каждую секунду. Как состояние, характеризующее меня полностью. То есть меня, это не меня, а нас. Нас каждую секунду времени. Жить осознанно – это помнить о том, куда, до какой мечты идешь, четко осознавая, что делаешь в настоящем. Каждое действие выполняется не автоматически, а смысленно. Вот так пишет, кстати, Зилан, и об этом можно было бы поговорить. Потому что вот мы уже сегодня с вами сказали, ведь водитель действия совершает в основном как раз такие действия, как нажать на газ, на тормоз, сцепление выжить, переключить скорость. Он действие делает это как раз автоматически уже. Находится ли он в состоянии осознанности? Находится. Это интересно. Но это теоретически, поэтому потом пойдем дальше, это разберем со временем. Чувство выражается так, чтобы комфортно и полезно было себе и другим. Вот скажите, есть чувство, есть эмоции. Очень часто бывает так, что мы, не приветствую еще присоединившихся, очень часто бывает так, что мы, мы говорим, я люблю, я вышла замуж по любви, вот там первая ссора уже, я его не люблю. Что здесь действует? Здесь действуют эмоции. И умение различать чувства и эмоции, это очень важная вещь, осознавать момент, своего эмоционального, скажем так, переключения. А еще лучше осознавать момент, навестись на эмоции. Или вот, например, он пришел, уставший с работы, разговаривает там раздраженным или требовательным голосом. Что я? Я ведусь. Если я начинаю раздражаться, я ведусь. Нет внутреннего осознания момента. Того момента, что меня провоцирует. Находясь в состоянии осознанности, человек контролирует. Мы к этому будем идти, мы к этому придем. В этом цель будет одна из целей. Осознание не только вообще своих ролей. Осознание даже моментов. Осознание посылов нам. Осознание собственных реакций и реагирования. Это все приведет к целостному состоянию, называемому словом осознанности. Итак, чувства выражаться должны вообще так, чтобы комфортно и полезно было и себе, и другим. Сейчас вот, кстати, вспомнила, как прочитала совсем недавно, мне очень понравилось. Прощать надо не потому, что я желаю этому человеку хорошего, а потому что я хорошего, комфортного состояния души. Желаю себе. Мне это показалось очень интересным. Комфортно и полезно было для себя и другим. Состояние осознанности. Почему вообще это предложение? Оно как бы вот в этой теме, осознанность. Потому что находясь в состоянии осознанности, человек вряд ли будет какие-то гневные или мстительные слова и фразы говорить. Состояние осознанности, он вообще спокоен, адекватен и проявляет свою природу. Вот сейчас на следующем слайде как раз посмотрим, что же за природа. Предопределенности не существует. Мы сами создаем все. И свободу, и любовь, и здоровье, и настроение, и умение. Так же и другим. И вот все это стоит. Вот в этом первом слайде осознанность через ролик. Почему? Потому что вообще тесная связь есть. Когда мы находимся в состоянии осознанности, в состоянии здесь и сейчас. Когда одновременно и спокойствие, и концентрация. Когда и расслабленность, и совершенно адекватное, адекватное восприятие реальность. То вообще все, что мы желаем, на чем концентрируем свою мысль или свое желание, оно реально для исполнения. Ну и вот такое, чтобы смотреть, нужно открыть глаза. То есть видеть, наблюдать, воспринимать. Смысли, с умом, чтобы увидеть, открыть душу. То есть простота восприятия. Может быть, вы что-то скажете из прочитанного, услышанного мной, прокомментированного мной, написанного здесь, вот в этом слайде. Какие-то мысли, может быть, дополнения, может быть, вы что-то более широко, может быть, какой-то вопрос возьмите. Если есть, то напишите. Так, Оль, конечно, это есть какая-то мысль или есть, ну как бы, согласие. Или что-то хочет писать. Если кто-то что-то хочет высказаться, выразить свою мысль, какой-то свой комментарий сделать. Ну, друзья, если по месяцу напишите, если нет, можно дать слово. Это интересно. Так, пошли дальше, понятно. Ну вот здесь я написала как бы ключевые моменты, цели и планы. Что даст состояние особенностей в сферах общения, отношений, достижений. Ну немножечко мы, кстати, уже об этом и поговорили. Так, вот сейчас просто вспоминаем, вот о чем поговорили. В сфере общения, как вы думаете, что даст? Ну даже вот хотя бы вот этот пример, который я привела. Он приходит с работы вот такой и, что называется, пытается вовлечь меня в свое состояние. Я в состоянии осознанности. Человек, он как бы контролирует или отслеживает, или он осознанно видит, видит происходящее. Соответственно, он уже способен управлять сам. Или перестроить этого человека, вошедшего в дом, или как-то еще. Поэтому это влияет на сферу общения, отношений и достижений. Роли базируются на ценности. Вот сейчас я хочу сразу же перейти вот к этому слайду. Об осознанности и целостности. Я не могу включить телефон. Вот формировать, ну давайте так, формировать ценности и верить им. А также знать, что нам природой дано делать добро. Вообще, вот вы согласны с этим? Что нам природой дано делать добро. Или в принципе, как мы скажем, так и будет. Вот мы говорим, я знаю и верю, что нам природой дано делать добро. Ну какое отношение имеет, скажем так, вот эта мысль к теме осознанности? Если мы находимся в ролях, а сейчас мы перейдем к этой теме, что такое, что же такое роли? Ну пока вот то, из чего я назвала. Из тех ролей, которых мы априори существуем. В роли родившегося и в роли родившего. Или мама, или папа, или дочка, или сын. Вот, то природой дано делать, да. То вот мы работаем в теме осознания этих ролей, вообще творим добро. Хотим добра. И формировать ценности. Формировать ценности и верить им. Ну вот формировать в ком ценности? Какие ценности? Ну давайте вот посмотрим дальше. Для чего делаю? Чему доброму ли служат мои слова и чувства? Ну вот, наверное, это как бы ключевой момент, над которым я бы предложила поработать. Ну как бы в дальнейшем. Осознать каждую из своих ролей. Вот для чего делаю? Чему доброму ли служат мои слова и чувства? И вообще, как бы стратегии. Стратегии к чему? Вот к чему ведут, к чему должны прийти? Ну теперь давайте вот на такой вопрос. Вот для чего мама готовит поесть? Для чего говорит, к примеру, об уважении к людям? Ведь это же тоже, в принципе, надо осознавать. А вот, кстати, для чего мама готовит поесть? Расширение мышления или расширение мировоззрения, оно тоже вообще связано вот с этой темой. Осознанность через роли. Человек, который начинает задумываться, в принципе, над осмысленностью своих ролей, своих действий, он начинает идти дальше и глубже. Вот мама готовит поесть. Давайте просто позицию рассмотрим. Как бы мама повар, для чего? Накормить, чтобы были сыты. Один в один. Так? Вот есть еще вариант. Накормить так, чтобы наш организм был здоров. Ну как бы это уже другое. А вот еще для чего мама готовит поесть? А для того, чтобы все за столом посидели и по семейному пообщались. Расширилось ваше восприятие, как бы вот этого простого, казалось бы, действа. А вот для чего говорит, к примеру, об уважении к людям? Ну вот мама часто говорит об уважении к людям. Осознаем ли мы, как бы, посыл или смысл посыла? В общем, мы должны осознавать смысл посылов нам. Мы только то настроение должны, как бы, осознавать, какое принесли нам в дом или при встрече. А для чего говорят? В чем смысл? То есть за словами видеть большее смысл, что человек хочет. Мы должны на это реагировать и не нет, и как. Итак, о любой роли и в любой роли. Начинаем с осознания вида деятельности в роли, цели деятельности. Когда мы в роли специалиста на работе, это понимается легче. Когда в общении с кем-то, когда дома с кем-то в какой-то роли не всегда легко. Возможно, у некоторых очень, может быть, даже у большинства. Но надо осознать, продумать назначение роли. Вот роли, когда мы дома, роли, когда мы с близкими, и даже когда с какими-то, ну скажем, с какими-то конкретными людьми. Или с теми людьми, с которыми, ну, вдруг там знакомимся в социальных сетях и так далее. Это состояние осознанности, оно должно быть просто как внедрено, для того, чтобы понимать глубоко весь процесс действия жизни. И здесь, и сейчас. Что происходит. А вот еще, вот осознать свою наполненность, влюбиться в лучшее, это вообще о чем? Что это за наполненность? Это вот я так написала, и мне это как бы понятно. Мне бы хотелось, чтобы как-то высказались на этот счет вы. Должны ли мы так глубоко вообще подумать о себе, чтобы осознать свою наполненность? Вот пока про наполненность, а потом уже влюбиться в лучшее, чтобы выражать. Вот чем это должна быть наполненность? Это о себе. Это вообще тема как бы, и самопознание, она очень, ну, глубоко переплетена вот с этим. Самоосознание, самопознание, именно самоосознание себя, своих ценностей. Что такое ценность? Служу добру, служу хорошему, на работе. Мне хочется привести один пример, который вот был у меня, я работала в клинике совсем недолго, в клинике современной медицины, платная клиника, очень богатая. Я, наверное, уже рассказывала этот эпизод. Я была, там работала в отделе безопасности. И занималась я, как очень, в принципе, виседел, ну, вообще ничего. И вот настолько требовала моя ценность быть полезной, я просто вот, у меня, мне было все равно, какая зарплата, там, высокая, там она или какая-то, мне было все равно. Потому что моя личность, вот, или как ценности не были реализованы. Я по своей инициативе придумала одну вещь. Я систематизировала, я сейчас не могу вспомнить конкретно, что, но я систематизировала, ну, вот что-то из действий врачей. И вот это был прям труд. Потому что сначала шли наблюдения, они не из действий. Ну, сейчас я не могу вспомнить. Но я знаю, что это было очень одобрено главврачом и рекомендованно всем. Мне выражена была благодарность. И сейчас просто, когда готовила это, я вспомнила об этом эпизоде. Что вот моя наполненность, ну, не просто деньги получать, а приносить добро, в этом моя ценность. Она нашла вот это самовыражение, даже попав в те условия, в которых, казалось бы, я ничего не биться, не не смыслить, что я там могла. Ну, вот как-то я вникла, как-то вдруг у меня стало ловиться, и вылилось это вот в такой труд, который оказался всем полезен. Ну, вот влюбиться в лучшую. Кто-нибудь что-нибудь напишет. Может быть, у кого-то какая-то ассоциация с собой возникла. Может быть, какое-то воспоминание, или хочет поделиться кто-то, что вот да, было и у меня такое. Когда вот это моя наполненность, мои ценности. Ну, вот что такое еще, скажем. Вот еще один, я могу привести эпизод, но это получится как бы, я хотела все-таки, чтобы мы немножечко поговорили. Есть один очень заслуживающий тоже эпизод. Когда мне очень хотелось, мне очень хотелось, это вообще похоже, я сейчас расскажу, мероприятие, которое я придумала и сделала. Оно можно так, или, по-моему, о победе, ну, так условно назовем, условно, пусть ему называете так. У меня была параллель шестых, по-моему, или седьмых классов, ну, примерно человек 100. Мне очень хотелось, знаете, сделать сразу несколько действий. Ну, то есть вот моя наполненность этого требовала. Во-первых, чтобы люди, дети сдружились со своими родителями. Чтобы они, видите, друг друга глубже помнили, и не только даже вот друг друга, как родители и дети, а помнили, вспомнили, прочувствовали своих дедушек и бабушек. И я дала тему. Эта тема «Расскажите о том, что в годы Великой Отечественной войны делали ваши бабушки и дедушки, или прабабушки и прадедушки». У меня было 100 сочинений. Но я их систематизировала потом, принцип выработала какой. Потому что я все 100 зачитать не могла. И я систематизировала. Вот здесь, например, там о профессии часть детей пишет. Здесь там о том, как вот они жили, в каком возрасте, что наблюдали, ведь окружающая жизнь как бы была там в селе. Там как похоронки приходили, или что-то вот еще там раннее. Какие разговоры были. Понимаете, я сейчас не могу тоже вспомнить. У меня там несколько было, помню, эти стопочек, которые вот по этим категориям были распределены. Искала самовыражение «Моя ценность» – сблизить. Вот сблизить поколение, сблизить в семье. На это мероприятие, которое вот там четыре класса было приглашено, задействуя, конечно, там учителей музыки, мы такое мероприятие сделали, потому что тут уже и песни мы учили, и стихи, кто-то даже из детей стал писать. Пришли родители. И была огромная благодарность. Прямо благодарность мне за то, что я вот такой пласт подняла в них. В них тоже чувство удовлетворенности. Произошла какая-то, я бы сказала, духотворенность. Это вот тоже пример о том, как мы осознаем свою наполненность, влюбляемся в лучшее. Ну вот в лучшее. Например, вот я думала про Петра Дубинского. Вот во что он влюблен? Он, наверное, влюблен в красоту мысли, в стихах, в красоту чувств, вложенных кем-то. Потому что что сподвигает его, или тому его, например, возьмем, что сподвигает созидать вот эту красоту регулярно? И даже невзирая на то, смотрят это, слушают или нет, это вот влюбленность во что-то лучшее, в красивое, тоже чью-то одухотворенность. И это восхищает. И это не только восхищает, кстати. Когда мы наблюдаем что-то хорошее и красивое в ком-то, и начинаем это осознавать, то есть осознаем, а что вы за этим, что стоит за этим действом, как бы что человек дает нам, вот это осознание вот этого момента, или факта, или явления жизни, оно очень часто побуждает нас к личностному росту, к духовному росту. Кстати, вот эта тема, осознанность через роли, оно вообще, конечно, относится к теме личностного роста и духовного роста. Но сейчас я пока, как бы, говорю одна, но надеюсь, что вы меня слышите. Вообще поставьте плюсики, что вы меня слышите. Я тогда увижу, сколько человек меня слышит. Так, как выражать? Так, ну, уличка. Так, еще есть люди, которые где-то тут поблизости на связи. Так, спасибо. Так, спасибо, Венера. Большое спасибо. Так, друзья, ну тогда поставьте, пожалуйста, мне еще оценку. Как бы мы относимся безоценочно, но мне сейчас важно, интересно ли вам. Потому что, видите, я говорю одна, а как-то, я еще, видимо, не слишком свободно владею вот техническими моментами. Потому что тогда я могла бы... Вообще, поднимайте руку, короче. Короче, поднимайте руку. И я соображу, как включить вас. То есть разрешается подступиться к микрофону. Так, спасибо. Ну, пошли тогда вот дальше. Воспознанность. Так. И целостнее. Что доброе созидаем в ролях. И вот тут я пишу, продумать назначение ролей. Но это как задача на чуть-чуть дальше. Вот чуть-чуть дальше. Вот теперь, как бы, я перешла вот к такому моменту. Какими могут быть роли и чему служат? Друзья, у нас должна быть очень замечательная медитация, которую вам всем и мне тоже даст очень много. Но все-таки я хочу завершить уже вот этот труд, который сделала по слайдам. Итак, какими могут быть роли? Ну, некоторые роли или самоопределения звучат так. Ну, я могу прочитать. Лучше, наверное, я. Мама, папа, дочь, сын, внучка, внук, жена, муж, девушка или парень. Вот здесь вот моя девушка, я почему-то вот сразу же, давайте дочитаю и потом к ней вернусь. Профессионал, ученик, ответственный за материальное благополучие. Ну, это скорее всего, наверное, о муже или о генеральном директоре какого-то предприятия. Правда? Хорошо, если он осознает свою ответственность за материальное благополучие тех людей, которые работают в его учреждении или компании. «Любящий любовь». Вот что это такое? «Я люблю любовь». Можно ли это? Ну, Валера там что-то пишет. «Я люблю любовь». Я раньше всегда про себя говорила. «Я люблю любовь». Вот что такое «я люблю любовь»? Но ведь это роль. Вот если «я люблю любовь», то что я в этой роли даю? Какой смысл? Честно говоря, может быть, даже... И если вообще вот возникли у вас... У вас возникла мысль? Что-то я пока чат читала, как бы неосознанно отнеслась к чтению, потеряла свою мысль. А если бы находилась в состоянии осознанности, я бы мысли не потеряла. Вот любящий любовь. «Я любящая любовь». Значит, я созидающая в доме теплоту, дружелюбие, любовь. Ну, вот так, если чему служит эта роль. Правда? Создающий настроение всем, это как-то легче прочувствовать и понять. Я еще вам сейчас вот это написала. Как бы есть роли, которые априори понятны. Правда? Вот там роль на работе, роль дома. А вот ведь мы же роли можем и придумывать, можем креативно их называть. Дальше. Вот посмотрите. Я патриот. Ну, вот, например, что такое патриот? Вот я, например, говорила себе. Я патриот. Что я как патриот делаю? Вот что я как патриот делаю? Вот я стараюсь, чтобы люди стали, моей страны, во всяком случае, стали более нравственными, более воспитанными, более духовными. Это патриотично? Это патриотично. Ну, даже то мероприятие, которое я провела, вот, на шестых или седьмых классах, что-то вспомните, еще на шестых, я считаю, оно тоже было патриотично. Оно заложило что-то. Ну, дай бог, если человек осознанно это в себе поддерживает. Теперь, вот слово поэт я чуть попозже скажу. Вот, например, суперпродаварщик-менеджер. Вот я в эту роль хочу войти. Но вообще очень многие в этой роли находятся. Я помню, как когда-то одна девушка сказала знакомой, мы скажем так, девушке, ну, ты суперпродаварщик. И она на самом деле суперпродаварщик. Она очень легко продает. Очень легко. У нее нет, у нее легкость. Вот у нее как у водителя, который нажимает педаль сцепления и так далее, и переключает скорость автоматически. Это как навык. Вот суперпродаварщик. Ну, вот интересно, а чему может служить эта роль? Вообще ведь это тоже. Есть смысл подумать над этим. Чему служит эта роль? Вот я суперпродаварщик, то есть очень хорошо продаю менеджера на работе. Чему я служу? Я служу своей компанией. Я служу себе. Вот себе я служу, если я, например, не в компании работаю, а я суперпродаварщик. Чем я служу себе? Послужу ли я себе, став суперпродаварщиком? В чем смысл этой моей деятельности? Вот осознанное отношение. Вот осознанное отношение, оно в том, что я, там, во-первых, хочу зарабатывать. Для чего? Вот для чего? Для того, чтобы более культурно, на более высоком уровне жить, это уважать себя. Вот это моя трактовка смысла. Кто-то, может быть, напишет более глубоко. А вот еще, почему, если я продавальщики, я даю? В чем смысл? Я даю полезные. И для меня важно продавать как можно больше и хорошо, потому что это полезно, это меняет людей, это хотя бы эта тема заставит их задуматься над смыслом своих действий, даже над смыслом своих мыслей, но умение себя вести осознанно, осознанно контролировать свои и чужие эмоции, а значит управлять. Так, хорошо объяснил? Сейчас я хочу сказать, что есть роли, которые мы можем включать спонтанно. Вот у меня был такой, я вот записала поэт. У меня был такой момент, когда я поздравляла с днем рождения своего, я называю его учитель. Вот я ее поздравляла, и мне вдруг захотелось, вот не банально, а на самом деле, мы в таких шаблонах существуем. Там поздравляю, и дальше уж если красивое, то оно мне и даст буду, все на большее я ну никак не могла, или я желаю тебе, это мать всей души, это вообще уже для меня банально. В один момент я почувствовала, как в моей душе произошло переключение, вот именно на состояние поэта. Я весьма красива, прямо действительно, я поймала это состояние, это вдохновение, это какое-то творчество, строчки, ритмы и рифмы легли сами, и красивые слова тоже. А те же самые слова, которые были бы в шаблонной форме, из которой я вот не выходила, и как они вдруг легли в такой красивой форме, вдохновенной форме. Кстати, эту мысль можно распространить на очень многое, правда? Вот сейчас я пока говорю, ведь мы в шаблонах с родными разговариваем, а иногда прямо хочется это поменять, сделать как-то это лучше, чем-то таким более легким, заводным, объединяющим нас и так далее. Если вам интересно, я могу продолжить. Вот, например, я хотела сказать вот про эту девушку. Находилась ли она в состоянии осознанности, когда она голая и фотографировала себя? Я думаю, единственная ее осознанность была в том, что она хотела стать знаменитой на весь мир своим телом. Ну вот эта, которая из Доминиканы совсем недавно по центральному телевидению показывали, там в интернете есть сообщение о ней с видео. Вот она фотографировала себя, действительно изумительная фигура. Была ли в ней осознана? Скорее она была вот именно руководимой только вот в этом, стать известной на весь мир. Я так задумывалась над этим, подумала, знаете, вот надо обязательно добавлять самым комфортным, самым комфортным для меня результатом. Может быть, стоит вот так. Вот еще, еще вот, я вот тоже думала, ну в чем я, допустим, стремилась находиться в состоянии безоценочности. Вот я принимаю ее мир таким, какой вот она себе построила. Ну была бы я с ней знакома, я бы не сказала. Но ведь неужели ты на большее не способна, ну кроме того, как вот влюблять в свое тело. И вообще в чем смысл, когда человек стремится к любви одного, ну пусть самого достоинного. Ну все-таки как бы, ну одного, ну пусть хотя бы несколько, но не всего же мира. Я бы, пожалуй, сказала бы так. Ну так, вот дальше, эликсорщик. Ладно, давайте дальше. В каждой роли есть ответственность за результат. В каждой роли есть ответственность за результат. Но когда человек находится в состоянии осознанности, вот он осознал свою роль, легко понять. Знаете, на чем? Например, на роли вот мамы, у которой родился новорожденный ребенок. Потому что она здесь на уровне инстинктов. Она вся в состоянии осознанности находится. Она осознает каждое свое действие. Каждое свое действие. Наверное, даже, возможно, каждое свое мысль, каждое свое эмоции. И она отвечает за результат. Свобода деятельности, а вот мы как бы ведь не только же об этих ролях, мы о ролях, в которых мы находимся, и которые даже можем придумать. И вот я попробовала для широты ее, вот их как-то здесь перечислить. Себя классного излучальщика. Ну, тоже роль, почему не роль, креативная такая роль. Себя классного излучальщика. Это вообще очень даже роль. Это очень даже роль. Это, знаете как, это роль, как бы очень большой любви в себе, уверенности вообще, и в своих ценностях, в своей какой-то классности, во всяком случае, классности своих настроений, которые могу давать или дарить. Правда? Дальше. Вот свобода деятельности определяется ответственностью. А вот это очень глубокая мысль. Я помню, когда-то задала в чате вопрос, что такое свобода. И мне пришел один ответ. Свобода – это ответственность. Ну, я вообще не ожидала получить такой ответ. И вы знаете, насколько я согласилась с этим. Когда есть ответственность за что-то, вот осознанно я беру, например, за то, чтобы, вот за что. В общем, эта тема, она настолько далека и практически, можно сказать, чуть ли не бесконечна, потому что здесь ведь нужно даже к этому подойти по возрастным категориям. Ну, вот, например, человек достиг пенсии. За что он может быть ответственен? Как он видит дальше свою роль? Вот что дальше? А вот что дальше? В чем смысл я должен видеть? Может быть, просто жить? Ну, может быть, просто жить. Но ведь некоторые же видят смысл. Что удивительно, что некоторые открывают смысл. Я совсем недавно прочитала мужчину возраста 75 лет, который, по-моему, открыл какой-то клуб, знаете, ну, похож типа на фитнес-клуб. Понимаете, он сначала шел к этому, выйдя на пенсию, наработка вот этих, там, бицепсов, потом вдруг почувствовал, как так йоги перешел, почувствовал улучшение самочувствия, захотел делиться. Произошла осознанность, еще произошла какая смысленность, что он вот организовал вот этот клуб, и его ролики крутят, к нему приходят, и, по-моему, там очень большая известность человеком достигнута в возрасте 75 лет. Я уже приводила этот пример про эту Ирину Антоновну, которую я вообще просто обожаю и благотворю осознанно, потому что осознанно. Я и слушала не так давно передачи, опять ее часто стали показывать, насколько же это глубокий и осознанный человек. Возраст 90, по-моему, 5 лет. То есть это вот о том, что тема эта, и как эти свои роли понять, и что, чтобы вдруг жизнь вдохнулась, но вот в этот возраст, вот в эту роль, а какую роль придумать. Ну, этот разговор вообще, ну прям, как мне кажется, имеет смысл его делать. Вот. Ответственность включает в себя ценности человека, то есть чем он хочет служить, что считает главным, что будет служить лучшему результату в итоге. И когда человек осознан собой в роли, он уверен, спокоен и спонтанен. Вот опять я почему возвращаюсь к спонтанности. Потому что, ну, не знаю, давайте в следующий раз мы поговорим об этом. Я здесь взяла и написала, я сейчас закруглюсь уже очень скоро, роль мама. Это пример. То есть роль мама, я здесь пишу, если взрослые дети. Вот это пример на тему, если взрослые дети. Я скажу, почему я выбрала именно это. Знаете почему? Потому что до того момента, когда дети не станут взрослыми, очень долго нарабатывается шаблон ответственности за детей, за их воспитание, за их родителей. И потом, когда дети вдруг становятся взрослыми, и как оценить и осознать этот момент или самому себе его назначить. Понимаете? То, что надо будет выйти из шаблона. Вот почему. Этот момент, он, ну, то есть для того, чтобы сейчас это прозвучало, я захотела именно об этом написать. Потому что, вот я обосновалась сейчас почему. Потому что все остальное более-менее там как-то еще понятно. Как-то смысл мы видим. Я воспитываю, развиваю. Другой момент, осознанно ли я подбираю выражения, слова и тактику. Вот об этом надо бы. Вот. А вот роль мамы во взрослом, я бы ищу чуть-чуть. Мама, ощущайте отдельной семьей. Мама делает. Ну, вот здесь вот я написала, но я не уверена, что это идеально выраженная, что это как бы идеально выраженная истина. потому что, возможно, не идеально. Я сама еще продолжаю над этим думать. Мама, ну, должна ощущать себя отдельной семьей. Она должна дать им свободу, потому что, если вспомнить себя, как мы мечтали, наконец, начать жить. Вот закончил школу, получил диплом института, наконец, женился или замуж вошел. Так что к этому казалось, вся жизнь вообще шла. Чтобы начать ее осуществлять самостоятельно. И когда очень часто мама вмешивается, там с советами, с оценками и так далее. Все. Это очень, ну, чревато большими неприятностями и для мамы, и для ребенка. А вот поэтому над этой ролью, я бы сказала, надо работать. Над осознанностью, даже осознанностью подходов к этому и так далее. Ну, давайте следующий посмотрим. Что нужно делать, чтобы иметь любовь детей? Ну, это как бы детей, иметь любовь детей. Ребята, вот какое время вошла в руль учитель. Вот кто из вас задумывался вообще над этим? Казалось бы, да, любит. Вообще обязательно, чтобы любили или нет? Вот как, это ведь тоже стоит очень осознанно отнестись вообще к этой теме. Чтобы иметь любовь детей, и чтобы я любила. Вот это вообще стоит. И очень часто бывает так, что как раз, когда мы выпускаем детей во взрослую жизнь, они любят нас, знаете как, на галочке. То есть это любовь, которая держится на галочке, а не на отношении. Я вот о чем. Стоит ли это того, чтобы осмысленно, осознанно подойти к обдумыванию этого момента? Мне кажется, это очень любопо. Вот момент следующий. Ну, называют так. Осознанность, гармония, целостность, доброта. С чего начать? С внедрения в себя состояния, осознанности в ролях. Вот внедрять будем медитацию. С установлением в себе гармонии, с ощущением себя целостным человеком. Это все медитация будет делать. С пониманием, что главное давать чувство любви и доброты этой природе, и это и мостик. То есть мостик к чему? К налаживанию отношений. К нахождению единомышленников. К нахождению хороших чувств друг к другу. Вот теперь так дальше. Находясь в таком состоянии, всегда речь, поведение будут располагающими и дающими хороший, нужный результат. Здесь я остановилась на психологическом приеме, придуманном немного. Ну, я когда-то с ним согласилась, потом долго думала и свою интерпретацию дала. И доработала еще и вот, как написала. Три «да». Ну, сейчас пока скажу. Почему? Потому что это «да» строит мостик. Оно имеет право быть. «Да» говорит человеку, который тебе что-то, скажем, предлагает. Почему говорить ему «да»? Потому что ведь можно осознать, что человек хочет очень спокойно. Можно просто дать «да» хорошим отношениям. Ну, об этом я бы остановилась на каком-то следующем занятии. Получше. То есть поосновательнее. Но вот есть и другой способ. А вот я, кстати, к нему перехожу. Чувствовать, что хотят. Реагировать. Реагировать переводом «своё» адекватно, спокойно. Или не реагировать, кстати говоря. Ну, вот пример мне почему-то сейчас хочется вспомнить. Вот такой. Я отдыхала на лужайчике. На эту лужайчику пришли двое мужчин и женщины. И мужчины за женщиной стали драться. Они были весьма пьяны. И я поняла, что дело может закончиться у меня или как. Вот моё состояние осознанности, и вот осознанности, что я хочу сделать, и вот это спокойного адеквата, в общем, оно родило такие слова. Молодые люди, вот у меня на телефоне случайно почему-то не показывают время. Вы не могли бы мне подсказать? То есть они дерутся, и вдруг я с таким нежливым вопросом. Я не знаю, что-то сыграло свою внушающую роль, но перевелись из состояния в состояние сразу. Вот, всё, побежали искать свои телефоны, говорить мне время, а потом они забыли, что они до этого делали. Чему я была несказанная рада. Они утихонялись. Вот, значит, ну есть ещё один пример. Вот, допустим, иду, по пешеходному переходу, навстречу идёт дама. Ну, это, кстати, ещё и пример осознанности. Вот дама, которая говорит, «Ой, ну надо же было так вылезеться, вот в такой яркий шар». Вот, к примеру, как сейчас на мне. Вот, что тут и как реагировать? Ну, вот, например, у моего внука отреагировала, тебя не спросили. Ну, так, тихонечко и шёпотом. Вот, а можно было, вообще, я сегодня так подумала, и имеет это место быть или нет, родилась во мне такая мысль, типа того, что, ну, вот, имеет место быть невоспитанность. Имеет. Для чего? Для того, чтобы лучше и, как бы, контрастнее звучать для воспитанности. И хотеть быть воспитанным. Я разрешила ей лучше и спокойно, безреагируемо. Пройти мимо с этой своей репликой. А думаю, что сейчас как-то смогла передать вам состояние осознанности. Напишите мне, пожалуйста, так это или не так. Ну, напишите мне слово «да». Так, отлично, спасибо. Так, друзья, вообще я хочу предложить спасибо. Я вообще хочу предложить на эту тему продолжить занятие. И я бы сказала, что будет в дальнейшем. Когда были в роли учеников в школе, я отнесусь к этому и попрошу даже вас отнестись. Немножко продумаем. Если вы согласны, что, ну, как бы, вот, возможно, некоторые люди настолько осознанны, что нового они, может быть, не возьмут. Хотя от каждого человека мы что-то новое берем. А, кстати говоря, тренер, проводящий тренинг, он берет от своих учеников тоже. Это вот как бы, ну, вот из моего опыта тоже. Когда мы были в роли учеников в школе, мы осознавали, зачем учиться хорошо. Правда? В ролях других по жизни, по жизни сложившихся, и, кстати, возможных еще в будущем, мы всегда осознаем, к чему ведем, к чему ведем. Вот надо это осознавать для того, чтобы стать вот этой осознанной, целостной, одухотворенной личностью. Это, что называется, на лице написано. И мы умеем это видеть, мы облюдаем. Вот если я сейчас скажу, вот если вот вы обратите внимание на людей, идущих, вы обязательно каждому из них дадите какую-то характеристику. По его походке, его осанке, там с каким выражением лица он идет. И личность целостная, одухотворенная, осознанная, она тоже всегда видна и заметна. Итак, дальше. А, первое. Итак, работа над смыслами и ценностями в ролях. Вот, что я предложила бы. Выбор ролей и проработка. Прямо конкретная проработка. Работа с целыми мечтами. Она будет тоже, кстати говоря, и связана вообще, по идее, с ролями. Но и отдельно поставлена. Что получим? Состояние осознанности, уверенность, другие стили реагирования, общения, контроль над своими эмоциями, вообще осознанность момента постоянной. Для осознания того, что нужно сказать и почему. Осознанность его при восприятии чего-то. Осознанность чего-то настроения или смысла его речи или вообще посыла его, так сказать, стулака. Состояние гармонии, тишины, позитивности приобретется, умение переключать и вести, когда надо. Над этим мы будем работать с помощью специальных, с помощью новых технологий. Там, если вы обо мне читали, тренер новых технологий, успешности и счастья. Кстати говоря, хотела сказать, может быть даже осознанное состояние удачности и его наработка. Вот я бы это... Мы работаем много к осознанной удачности, я, оказывается, это написала. Получим успехи и чувство удовлетворенности. Вот уважая как бы себя и свой труд, я предполагаю, что три занятия должно быть, как минимум. Ну, если будет четвертый, то оно будет бесплатно. Я бы назвала ценой условно 400 рублей. Это для тех, кто готов сразу. По воскресеньям в это же время. В 11.30. Если кто-то не осознал пока, и не знает, осознает ли он, но, вроде бы как хочет, то можно платить за каждое занятие в отдельности. Каждое занятие в отдельности будет стоить по 200 рублей. То есть, ну, как бы в итоге тот, кто платит 400, он экономит 200 рублей, и тот, кто по отдельности, тот, наоборот, переплачивает. Вот это будет мое предложение перед тем, как приступить к медитации. И я буду рада, если она вам очень есть. А она, она сыграет очень большую роль. Я сейчас расскажу очень много. Медитация даст расширение сознания. Она добавит приятие себя, любви себя в себе и приятие себя. И добавит приятие другим людям, явлением, приятие, и спокойным приятием. Дальше. Добавит состояние осознанности. Очень значительно. Медитация позволит видеть мир и самих себя с разных позиций. С разных позиций. Это очень тоже поможет в работе над осознанием и осмыслением того, что делаю, как веду с разных позиций. И медитация на одновременное восприятие огромного количества вещей. Видеть вещи, явления людей с огромного количества позиций. Более широкий взгляд на мир. Она даст более широкий взгляд на мир. Давайте приступим. Пусть нас будет даже совсем немного. Это все равно очень полезно. И для ведущих. То есть, и для меня. Сейчас давайте синхронизируемся. И сделаем датку. На вдохе мы наше тело чуть-чуть отклоним назад. На выдохе чуть-чуть. И так. Вдох. Вдох. Чуть-чуть. Вдох чуть-чуть. И медитация. Чуть-чуть. И так. Не надо, чтобы вам еще было у меня хорошо слышно. Еще раз. Вдох. 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 Сейчас я предлагаю вам. Начинаем. Сейчас мы вот что сделаем. Мы сейчас активируем все наши точки восприятия. Может быть, если не все, то многие точки восприятия. Или многие аспекты восприятия. Давайте сейчас представим, что вот к нашей груди, ну, к груди, прикреплена веревочка, за которую кто-то тянет вперед. Грудь начинает выгибаться вперед. Почувствую. Концентрация происходит. Концентрация на определенной фиксации. На определенной точке нашего тела. Как будто вытягивается наше груди вперед. И плавно опускаем. Как по системе йога за одно упражнение взяли. А теперь представьте, что за это же место только сзади тянут за веревочкой. Грудь и на область позвоночника начинают выгибаться назад. Несколько полезные упражнения даже с точки зрения здоровья. Сейчас происходит фиксация на определенных участках тела. Мы умеем фиксироваться на определенных участках тела. Работает ли это воображение или что-то большее, анализировать пока не нужно. Представьте сейчас, что за правое предплечье тоже привязана веревочка. И кто-то тянет за эту веревочку. Что происходит с нашим телом? Вы фиксируетесь на этом участке нашего тела. Очень хорошо происходит концентрация. И микродвижение тела пошло вправо. Вы почувствуете? Теперь то же самое к левому предплечье. И кто-то тянет влево. Пошло движение тела влево. Пошло движение тела влево. И мы констатируем, что мы хорошо умеем фиксироваться. Концентрироваться на определенных участках своей лице. Сейчас я предлагаю, активируем, активируем другие составляющие нашего восприятия. Мы расширяем наше восприятие. Активируем все способности воспринимать широко и многоаспектно. Представьте себе, что на ладони правой руки, на ладони правой руки сейчас прикреплена, вернее положена яблоко. В ладони положена яблоко. Вы можете почувствовать яблоко большое. Вы почувствовали его вес? Вы почувствовали микродвижение ладони вниз? Яблоко весомое. А сейчас прочувствуйте прикосновение поверхности яблока к поверхности ладони. Может быть, кончики ваших пальцев прикасаются, обхватывая яблоко. Тоже прочувствуйте. А сейчас какие-то еще ощущения есть? Ощущение гладкости кожицы может быть. Может быть, в центре ладони у кого-то упирается веточка. Веточка от сердцевины яблока. Может быть, даже листочек. Вы чувствуете на своей ладони. Фиксируем, расширяем, развиваем воображение. И фиксируем на определенные участки тела. Осознанно. Осознанно фиксируемся. Осознанно получилось. А теперь яблоко убраем. Что вы почувствовали, что произошло с ладони? Она вернулась, рецепторы вернулись в свое прежнее состояние. Даже как будто мышцы ладошки расслабились, стали чуть-чуть повыше поднялись. Они уже прижаты были весом яблока. А теперь представьте себе, что вы левой ладошкой обхватываете яблоко сверху. Какие-то другие и будут ощущения. Какие? Ощущения именно кожи яблока, кожицы яблок, гладкости, прохладности, то есть поверхности яблока. Может быть, яблоко может быть и не очень гладкое, слегка шершавое. Может быть, форма какая-то может прочувствовать. Сейчас происходит осознанность, осознанная фиксация и концентрация, осознанное отношение на заданное. Сейчас мы убираем гладкость. Яблоко убираем. Сейчас мы гармонизируем и равномерно распределим. Вот мы сейчас равномерно распределим ощущения нашего физического тела. Мы не только чувствуем, но и долгим. Не только груди. Распределим по всему телу равномерно. Само ощущение нашего физического тела. Начинаем как хотите. Нужно с недоши. Нужно со ступеней. Но равномерно по всему телу. Мы осознанно это делаем. Мы ощущаем свое тело. Мы сконцентрированы на своем теле. А сейчас мы поработаем над фиксацией, на энергоцентрах нашего тела. На чакрах наше тело имеет не только физическое воплощение, но оно имеет еще и световое тело. Оно состоит из чакры. Нижняя чакра. Мунатхара. Эта чакра находится внизу нашего тела. Она отвечает за энергию. За энергию какие? В стабильности и активности. Я источник стабильности. Источность. Следующая чакра. Это чакра Мунатхара. Активирование. Следующая свадхистана. Чакра Я. Источник энтузиазма. Следующая чакра. Мы поднимаемся выше маниклора. Чакра воли и власть. Следующая чакра. Вы можете даже видеть в цветах. Это чакра. Анахата. Чакра любви. Чакра отвечающая за любовь. Любовь. Приятие. Доброту. Осознанное. Осознанное отношение. Приятие. В позволении быть. Разным вещам и любви. Почему бы не позволять. Когда мы умеем на крови. Компорт. Следующая чакра. Бешут. Бешут. Горловая чакра. Она отвечает за творчество. И она отвечает за вдохновение и правду. Следующая чакра. Аджи. Лоб. Мозг. Фиксируемся на это. Концентрируемся. Знательно. Осознанно. Мы можем проговорить вместе со мной или осознанно. Активируется этот чакр. Отмечающий за знание. Осознанность. Ясновидение. Или яснознание. Следующая чакра. Находится над макушкой. Это сахасрара. Чакра. Духовности. Чакра. Святости. Чакра. Связи. Насты. С Божеством. Активировано. Вы можете прочувствовать это энергетическое. Чакровое тело. Как. Поедине. Струне. Или стержне. Каждый энергоцентр. Равномерно. Осознанному. Равномерно распределяем. Равномерно распределяем энергичек. Следующий наш тело. Эмоциональный тело. Нам надо. Равномерно распределить. Или уравновесить. Или уравновесить. Это тело. Эмоциональное тело. Можем увидеть его визуально представить. Осознанно включая воображение. Можем представить визуально осознанно на каком расстоянии от нашего физического тела мы находимся. Распределяем энергию этого эмоционального тела равномерно. Вдоль всей нашей полочи. В нас еще есть тело, которое называется ментальным. Ментальное тело это тело наших мыслей. Вы можете осознанно сейчас просто наблюдать за текущими или не текущими мыслами. Вы можете осознанно наблюдать над тем, не вовлекаясь самим мыслом. Просто наблюдаем за потоком. Он становится все реже. Реже. Более разрежем, реже. Становится успокаивающим. Гармонизируется ментальное тело. А сейчас представьте себе себя. Будем разворачивать себя в простом теле. И во время. Представьте себе сейчас себя. Целостно. Осознанно. Осознающим свое физическое тело. Свои другие тела. В которых мы равномерно распределили энергию. Представьте себе сейчас себя находящимися в данной комнате помещения. И эту энергию, которая вокруг. Энергия присуща в данном помещении. Осознанно прочувствуйте свое физическое тело. И скажите, это мое помещение. Могут быть здесь люди. Произносите. Мои люди. В этой медитации участвуем мы. Это мои люди вместе со мной. Мои люди. Не только произнос. Все нужное произойдет само. Выстрятие, отношения. Осознается другое. Лучшее. Долее комфортное и приятное. А сейчас представьте себе себя в помещении дома. Может быть это 15-этажный дом. Может быть еще больше. Может быть там частный дом. Но не в комнате, а дома. Или участка. Останавливается. Рассказывающая себя здесь. Осознай себя в этом пространстве. А сейчас следующее. Представим себе себя в этом городе. В этом мой город. Мой город. Я в моем городе. Сейчас можем представить себя на своей улице. Моя улица. Я на моей улице. Осознанно делаю. Осознанно представляю. Осознанно относимся. Я иду по моей улице. А теперь представим себе себя на снежной улице. И осознанно говорю. Я иду по моей улице. Это тоже моя улица. Все мое. А сейчас представим себе себя в другом городе. Если нет, чем можете представить себя со своими близкими, родными и близкими. Это незнакомый город. Ощутите его ауру осознанно. Я осознанно ощущаю. Этот город как-то по-другому. В нем другая энергетика. Но это мой город. Мой. Я в этом городе свой. Осознанное отношение. Приятие и вызывание любви. И взаимности. А теперь представьте себе себя осознанно на земном шаре. Я на земном шаре. Вот она моя земля. Осознанное отношение. Я на моей, на своей земле. На большой своей земле. Это моя земля. Это моя большая земля. Я осознанно говорю, что она моя. А я ее. Устанавливаю сознательно и осознанно контакт. Вот. А теперь. Это мое человечество. В данный момент времени. Все 7 миллиардов живущих. Мое. Говорят на разных языках. Имеют разный цвет кожи. Имеют разные ментальные поля. Разные мировоззрения. Разные верования. Но это мое человечество. Человечество моей эпохи. Это мое человечество. Мое. Я свой в этом человечестве. Мы осознанно устанавливаем контакт. Расширяем. Осознанно расширяем. Своё сознание. Осознанно расширяем. Своё восприятие. И вызывается на себе самоуважение тоже особое. И любовь к себе тоже особое. А теперь давайте поработаем над длинным временем. Совершенную секунду назад. Мы были совсем другими. Потому что другие мысли были. Вы другие слова воспринимали. И были другими. Через секунду назад. Мы будем другими. Потому что через минуту скажем назад. Я не знаю какие слова я произнесла. Но мы будем другими. Отборожены. Отборожены. Потому что эмоциональное тело может отреагировать. Потому что ментальное может отреагировать. А мы не можем... Но моя цель в любую секунду времени находиться в состоянии осознанности. И это и есть понятие осознанных шире, чем осознанных в ролях. Потому что это просто состояние, которое я хочу, чтобы оно было присущим. Мне являлось мной, моей характеристикой. Каждую секунду времени. А секунду времени я могу меняться, но осознавать те изменения, которые во мне или которые в окружающей мире хотят влиять на меня, и я осознанно отношусь. Принимаю это влияние на меня. Осознанно отношусь к тому, чем и как влияю я. Каждую секунду времени. А сейчас давайте представим, расширим себя еще во время. Представим себе себя год назад. Это были другие мысли. Возможно, это даже было другое тело. Может быть, было стройное. Кстати, фиксация на своем теле очень хороша для того, чтобы поработать, например, над сбросом веса в теле. Если вы фиксируетесь, скажу так. Ну, потом поговорим о вы. Сейчас, у меня год назад. Были другие мысли. Возможно, были другие дела. Возможно, были другие чувства к чему. Возможно, было другое отношение к чему. И сейчас мы не отцепляемся за это. Мы не анализуем. Мы просто наблюдаем. Мы учимся осознанно наблюдать. И принимать как так. Были такие, да. А сейчас представим себе себя через год. Тоже безоценочные. Знаю, что буду более там развит и здоров. И так далее. Но отношусь, как я наблюдаю. Я принимаю со спокойствием, осознанным спокойствием души, то, какие я буду. Спокойное, осознанное души. Сейчас, возьмем 10 лет назад. 10 лет назад. Но мы однозначно были другими. Но мы сейчас безоценочные. Мы просто снимем и принимаем. Все, что было в прошлом, мы принимаем просто наблюдением. Осознанным безоценочным. Возможно, что-то будет очень хорошее. Но мы сейчас постараемся просто наблюдать. Наблюдать безоценочно. Осознанным безоценочным наблюдением. На тем, каким я буду. Какой буду. Что буду. Мы можем себе представить себя в бесконечном пространстве. Как во времени. Как на линейке времени. Даже я не знаю. Как в этой живой энергии времени. И бесконечно. Так и в этом живом пространстве. В пространстве галактики. Мы идти сделаем сейчас лучше. Представим себе сейчас такой техногенный, скажем, ратушный шар. Совершенно по новой технологии. Сделаем абсолютно комфортным, ответственным. Гарантирующий здоровый комфорт. И приподнимаемся на этом шаре. Осознанно. Осознанно. Приподнимаемся на этом шаре. Ну, скажем, на комфортное вам расстояние. Для того, чтобы посмотреть осознанно на себя со стороны. На себя того, который я в настоящем. В моменте времени в ролях. То есть не сейчас не видать, а в ролях. В тех ролях, которые мы учим. Как я воспринимаю вот сейчас осознанно со стороны сам себя. Теперь пусть этот шар отлетит немножко в сторону. Какой-то другой, с другого ракурса. Чтобы расширить это восприятие самого себя. Теперь посмотрите, как кто-то, вот кто-то воспринимает вас. Вот он, например, стоит и думает о вас, или воспринимает. И вы это, как хорошо сейчас активировавшись аджиной, вы это очень хорошо, допустим, знаете, чувствуете. Что этот человек думает? Чем он восхищен? Осознайте. Осознайте его восприятие. Оно может оказаться полезным для того, чтобы себя увидеть еще как-то, а затем осознанно быть каким-то изменением в себе. А может быть даже к состоянию осознанного, спокойного, восприятия. Когда я просто принимаю явление, миссии, отношения. Просто принимаю для того, чтобы осознанно подумать над этим и принять какие-то свои решения осознанно. На техногенном шаре можем подняться, знаете куда? Мы осознанно разрешаем себе это воображение. Мы осознанно разрешаем себе это воображение. Для того, чтобы осознанно смотреть, прочувствовать что-то и потом, может быть, осознанно захотеть что-то преднести в себя осознанно. Лучше в себя, глубже осознав свою жизнь, может быть, посмотрев, ездили в божественных высотах. А к чему я при своем таком осознании свою ходу и иду? А хочу ли я туда идти? А могу ли я что-то улучшить и изменить, раскрыть какой-то на коме свой потенциал, задействовать какие-то ресурсы из божественных высотов и искать вещи? Осознанно. А сейчас давайте осознанно начинать возвращаться в свою физическую жизнь. И в комнатном теплонении шаре, с осознанным отношением к своему воображению, к своему творчеству, у нас получается быстро и легко. Возвращаемся. Медитация была на расширении сознания. На внедрение в нас, в состояние осознанности, на прочувствование этого состояния осознанности. На приятие себя в разных аспектах. С разных позиций посмотреть на них, расширить свое восприятие, расширить количество позиций на одну и ту же линию, для того, чтобы со спокойной настроением относиться спокойно к происходящему. Улучшения, изменения произойдут обязательно. По итогам этой медитации, может быть, даже какие-то озарения, самоощущения произойдут или сегодня, или завтра. Медитация была очень могучая. И мы осознанно подошли. Мы проведем ее. И сейчас я предлагаю открыть глаза. Можно потереть ручки осознанно. Мы осознаем этот момент, фиксируем себя на этих ощущениях ладошек. Мы осознанно позволили себе и друг другу улыбнуться, потому что мы открыли глаза. Мы увидели себя в спинке вот этих присутствующих. Улыбнулись. Мы ведь осознанно отнеслись к тому, что воспринимали мы. И как это здорово, воспринимать вот это мы. Возможно, уровень этого восприятия станет еще лучше через какое-то время. Эта медитация позволит этому произойти. Мы можем осознанно вздохнуть и выдохнуть. Ощутить свое тело здесь и сейчас. А далее предлагаю осознанно принять решение. Если мы осознанно продолжаем над этим работу и готовы еще на три занятия, то пишем внизу 400 рублей. Я напишу, наверное... Так, всех ли мы знаем из присутствующих колечек? Ты всех знаешь? Ну, чтобы можно было через час связаться. А тех, кто осознанно подходит к моменту осознать свое решение, я предложила платить 200 рублей за каждое занятие. То есть такой вариант. Осознанно разрешаю. Ну, я сказала о том, что я осознанно подошла тоже к тому, что вкладывая труд, даря его, осознавая, что это дает людям, осознавая затрачен и вообще свое самоуважение, я не даю это бесплатно. Но подхожу осознанно, скажем так, для какой-то раскачки, осознанности в самой себе, ценности своего труда. И поэтому с таких... Ну, небольшое, честно словно. Большое спасибо. Можете поделиться своими впечатлениями о медитации и вообще о проведенном занятии. Оно прошло у нас час двадцать. Вполне нормально. Я отлично вас заметила на вебинаре. Так, ну... Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо, дорогие. Всего хорошего. Ну, я надеюсь, что до встречи. Так, Андрей у нас, Вероника, Дмитрий что-нибудь напишут. Я не заметила, когда вошли, потому что, находясь в этом медитативном состоянии, сама тут была с закрытыми глазами. Кстати говоря, могу позволить себе взглянуть на мир людей другим способом. Так, и сейчас я, наверное, это сделаю. А какие... до конца 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 до конца. Число, даже. view ааааа ж摸ом м招... Продолжение следует...